Наталья Апара Вопросы о Евровидении 2017 Почему решили принять участие? Игорь? Да, почему бы и нет? Ну вот казалось бы, да Если у нас есть в Одессе такое количество талантливых людей, как Леся, например Иллюша Которая может очень классно написать музыку И мы решили, что почему бы нет? Почему нам не принять участие в отборе? Тем более, что в этом году вроде бы как нам кажется Во всяком случае мы очень имеем большие шансы, надежды на то, чтобы этот отбор был честный Самое главное, это самое главное, что нам хочется от этого отбора Если он будет честный, то дай бог, может даже если не мы Может быть какой-то другой исполнитель Мы будем за него тоже болеть все равно А почему мы решили подать заявку? Ну просто нам показалось, что у нас очень классная песня Которая заводная, веселая И она про любовь Это очень важно Да, своего рода это авантюра Но, как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанское Поэтому мы вот и решили участвовать непосредственно в отборе на Евровидении Каким образом именно проходит отбор? Сам отбор проходит первый этап Это онлайн голосование Есть два варианта подачи своего материала Это либо музыкальная подача для онлайн голосования В том числе, который будет прослушан непосредственно продюсером конкурса Конкурса отбора в Украине Константином Меладзе Либо отправить отдельно Константину Меладзе Мы выбрали первый вариант Для того, чтобы и Константин мог прослушать наш трек В том числе и могли прослушать обычные Не-продюсеры Не-продюсеры, да Все, кто хотят прослушать И проголосовать за нас Поэтому мы выбрали первый вариант и подали заявку именно на онлайн-голосование. Сколько уже участников подали заявки? Вы наверняка мониторите сайт. На самом деле мы мониторим, нисколько подали со всей Украины, потому что по большому счету там каждый день добавляется материал. Но если мне не изменяет память, на сегодняшний момент подано 7 заявок с Одессы. Посмотрим, посмотрим. Ну все-таки музыкальная среда. Многие музыканты, культурные проекты, вы друг друга знаете. Как свои шансы расцениваете в этой, надеемся, честной борьбе? Да, мы надеемся честной борьбе. Вот то, по поводу чего говорил Игорь. На самом деле, если раньше, допустим, конкурсы проходили в каком-то таком понимании лоббирования продюсера, лоббирования каких-то интересов, и приблизительно можно было понимать с того отбора, который раньше проходил, кто выйдет, допустим, кто будет представлять Украину. Ну, по крайней мере, в музыкальных кругах уже было понятно, ситуация, кто будет представлять. То сейчас, на самом деле, настолько этот конкурс неожиданный. На самом деле, это даже показал прошлый год, может быть. Прошлый отбор, когда отбор начал проводиться не только на першем и на телональному, а и начал проводиться совместно с СТБ. Совершенно другое видение, совершенно другой продюсер, опять же, Константин Меладзе. Да, поэтому, как бы, вот так. Ну, а по поводу шансов, я думаю, что вообще шансы и Евровидение – это очень такая скользкая тема, и никто не может дать, кроме того человека, которого ты сегодня говорил, кроме Константина Меладзе, никто не скажет, какие у кого шансы. У всех шансы равны пока, до 10 января. 10 января закончится вот этот первый этап, первый отбор, и после этого уже будет понятно, сколько там 30-40 человек, у них будут шансы чуть больше, чем у всех остальных, которые останутся за бортом. То есть, каким образом? Будет полуфинал, затем финал? Абсолютно верно. Да, будет три полуфинала, если я не ошибаюсь, и потом будет финал, непосредственно прямая трансляция, голосование зрителей и так далее, и тому подобное. Предлагаю нашим телезрителям посмотреть вместе ваш совместный промо-ролик проекта Киви Проджект, и музыканты Олеси Вербы, которую вы, собственно, и подали как заявку. Я попрошу режиссера включить этот ролик, и мы затем вернемся в студию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Скинули ей промо-материалы, а дальше Леся занялась тем, чем она расскажет Леся, да, как нашли? Вы Киви Проджет, Киви Проджет вас? Получается, что я такая многостаночница и разнопрофильная по музыке То есть в Одессе у меня и очень мощная фольк и джазовая школа И 8 лет активной работы в Москве еще До начала военных действий И большой опыт работы с диджеями И такая быстрая реакция на музыку И то, что ребята мне дали послушать, мне очень понравилось И меня вдохновило, и сразу из меня начали фонтанировать мысли, мелодии И это вот все переросло в написание этой композиции И не только это, то есть как бы материал у нас обрастает сейчас И на английском языке, и украинском Так что мы сейчас готовим новую песню На самом деле нам очень легко работать с Леся, потому что, допустим, мы только что из студии приехали С музыкальной с звукозаписывающей И буквально мы показываем какой-то один наш, наши какие-то заготовки, наш материал Она сразу же дает свой музыкальный ответ на это, на все И вплоть до того, что нам очень удобно и комфортно работать Это очень важно, когда между двумя музыкантами, которые до этого не были связаны друг с другом Проскакивает вот такое вот взаимопонимание Творческое понимание, да Срабатываетесь легко? Абсолютно Абсолютно А как же творческий конфликт, в котором рождается истина? Творческий конфликт у нас может быть с кем-то другим, кто не сидит за этим столом У нас просто мы смотрим в одну сторону, поэтому конфликта быть не может у нас Есть какой-то внутренний резонатор, да Который звучит вместе, в одной гармонии, в одном аккорде Поэтому так все легко и быстро происходит Леся, кроме того, что вы занимаетесь музыкой Еще очень широкий спектр творческой деятельности, которую вы также охватываете Вот что именно? Я почти как кот Матроскин Что-то еще на машинке строчить умеет Я работаю как художник, дизайнер, декоратор И сейчас у меня под моим руководством и в моем больше 50% исполнения Будет открываться два заведения Одно совсем новое И будет ребрендинг, редизайн, реконструкция заведения на Лонжероне Ямайка называется Я надеюсь, что там в новом состоянии людям будет комфортнее, интереснее Может быть, мы летом выступим там Конечно, я не сомневаюсь Я просто не знаю, насколько это в этом эфире корректно называть названия всяких заведений Их много Их, слава богу, много И есть еще и работа и во Львове И как декоратора, и в качестве музыкальном Вот поэтому Мне на все, к сожалению, хватает времени Но я стараюсь это все совмещать без ущерба Для качества и людей Хотелось бы затронуть еще такой очень важный вопрос С недавних пор радиостанции в Украине ввели квоты на исполнение песен на украинском языке Вот вы как будете имплементировать этот закон Украины в свое творчество? Будете ли записывать песни специально на украинском языке, чтобы попадать как можно чаще в ротацию на радиостанции? Извините, мне аж 20 лет специально написано То есть это не то, чтобы специально, это от сердца, это какой-то внутренней культуры И несмотря на то, что я родилась здесь в семье морской, одесской Но мои занятия, например, на Бандурии и занятия этнографии Они привели к написанию ряда авторского материала Еще с 13 лет, и уже, слава богу, накопилось этого материала немало И я очень рада, что сейчас у меня есть возможность И уже одна песня исполняется на FM1 «Золотое» называется Что сейчас есть возможность это реализовать наконец-то у себя в городе и в своей стране А вот о совместных песнях? И вообще, в принципе, мы сейчас, исходя из этих законов, связанных с санкциями к радиостанциям С квотами Да, к радиостанциям Мы вообще приняли такой курс, вот в данном случае с Лесей вместе Мы занимаемся тем, чтобы океана Эльзы в радиоэфире стало меньше Стараемся писать Это стало очень ощутимо в последнее время Стараемся написать больше музыки, хорошей музыки, чтобы эту музыку тоже могли взять радиостанции Помимо «Скрябина» и «Океана Эльзы» Хотя, ну, мы, конечно, ничего не имеем против До этого выступали, гастролировали только вот «Киви Проджект» Достаточно ли уже у вас наработанного материала с Лесей для того, чтобы давать совместные концерты? Ну, достроировали отдельно Да, мы выступали отдельно, то есть «Киви Проджект» выступала отдельно, Олеся Верба выступала отдельно У нее свой, как говорится, своя ниша Вот мы сейчас объединяемся для того, чтобы выступать вместе Вот сейчас работаем и готовим блок материалов для того, чтобы была программа И мы смогли колесить по просторам нашей необъятной Родины Надеемся уже совсем скоро Как можно чаще будем видеть и афиши в городе Одессе И не только в Одессе, потому что желаем вам, одесситам, талантливым одесситам победы В этом онлайн-голосовании Да, кстати, мы бы хотели, кстати, напомнить телезрителям, что по большому счету вы можете проголосовать за нас Поставить свой лайк, нажать на сердечко на сайте СТБ, раздел Евровидения И проголосовать за песню «Киви Проджект» или «Северба» «Нуклеар лав» «Ядерная любовь» Поэтому будем рады вашей поддержке Будем рады поддержке не только телезрителей, может быть, и каких-то спонсоров, меценатов и так далее Но это, как говорится, уже тема нашего следующего эфира Ну это мы на потом не откладываем, да, как это говорится? Ну, как говорится, да, уже вот пришли, уже вот все сейчас выложим и скажем Вариантов пути поддержки очень много, поэтому каждому свое самое главное — это поддержать талантливых одесситов в их начинаниях И, возможно, «Ядерная любовь» станет известной не только для нас в нашем городе, в Южной Пальмире, но и зазвучит на песенном конкурсе «Евровидение-2017» Я благодарю, что вы сегодня были гостями студии «Репортер» Напомню, что у нас были участники проекта «Киви Проджект» Это Алексей Майоров и Игорь Буренко, а также талантливые музыканты, дизайнер и художник Леси Верба Спасибо большое Спасибо вам большое Меня зовут Наталья Апары, до встречи в эфире, оставайтесь с «Репортером» Спасибо Спасибо